Ольга пришла с определенным конкретным жестким желанием подстричь массивное каре без подбора стрижки. Поэтому я смогла подобрать только ей длину и приступила к стрижке то, что она заказала. Мы должны задать длину. И вот теперь самое главное условие. Мы с вами должны соединить линию на шее вот с линией у лица. И самый главный момент, вы не забывайте, что такое массивная стрижка. Массивная стрижка у нас стрижется наложением пряди на прядь. И каждая прядь длиней предыдущей на 1-2 мм. И самое главное сейчас вам задать правильную линию окантовки. Для чего мы с вами обязательно делаем рабочий пробор. Вы все время спрашиваете, как я делю проборы. Но вам я сейчас покажу, как правильно делать. Натягиваем волосы на пальчик. Вижу я свою контрольную линию. И смотрите, что у меня получается. Контрольная линия. И я двигаюсь, 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 двигаюсь. Вы помните, я стою напротив этой линии. Ножницы имеют определенную толщину. У кого-то 1-2 мм. Наложение пряди на прядь с удлинением. Вон она линия моя. Это уже заданная, да? Верхняя, вот она моя нижняя линия. Вот она моя верхняя. Верхняя моя, вот здесь она видна. Соединяю. Отчесываю волосы по центру. И здесь у меня задана уже новая линия окантовки. Ножницы нам дают удлинение пряди следующей. Пальцы у меня стоят, как вы видите, сразу параллельно нашу рабочему пробору. Я двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Скрылась прядь. Я стригу в плоскости. И я иду, иду по ней. Она спряталась. И после этого я задаю длину. Эта стрижка достаточно простая. Здесь вам главное понять, как нам правильно нужно создавать и удлинять. Мы с вами также натягиваем. Ищем нашу контрольную линию. И съезжаем по ней. Видите, разница уже идет какая? Ну, меньше сантиметра пока. Ширину среза получается 2-3 миллиметра. Голова должна быть все время нагнута вниз. Почему? Руку ставлю в плоскость. Проверяем длину обязательно. С противоположной стороны, вот я вам показываю, наш пробор. В горизонт мы продлили на затылок. Задаем с вами длину здесь. Продлеваем слой затылок к лицу. Противоположную сторону нам надо подстричь на том же уровне. Проверить лево-право. Немножко косой. В горизонт мы продлеваем с вами линию на затылок. Линия окантовки внизу, а следующий блок, видите, длиннее. Голова у нас нагнута на бок. Назад отводим. Продолжаем нашу линию окантовки, заданную на затылке. Лево-право на мёгкое удлинение. Проверяем длину. Вот здесь, вот видите, у меня треугольник будет. Вот, видите, треугольник. Вот хвостик назад. И у нас вот здесь, по ловике, должен образоваться хвостик внизу. Давайте его посмотрим. Завершающий момент у нас – это чёлка. Вы меня просто спрашиваете о том, как мы их создаём. Вот так. Мы всегда видим свою линию. И когда она будет распадаться, такая, как шторка будет у нас. Поэтому, когда мы сушим, называется, по направлению, да, стрижки по направлению лоста волос, как правило, всегда это можно будет уже в домашних условиях повторить. Работаем. Это зона перехода. Углубляем ножницы где-то на 3 мм, не больше. Стрижка готова. Будем смотреть сами вокруг, что у нас получилось. Пока не убирайте за ушки, мы за ушки с вами, да, можем потом убрать. Будем смотреть, что у нас на затылке. Линия какая у нас. Вот, смотрите. Вот она, линия на затылке. Видите, сейчас чуть-чуть голову вниз, я покажу эту линию. Видите, у нас линия, видите, достаточно чёткая получилась. Хотя я не делала машинкой. Видите, линия очень красивая. Теперь можно поставить ровно. Видите, линия, как мы с вами и говорили, до линии сгиба. Если вот Ольга у нас наклонит голову назад, Олечка, назад сделайте, пожалуйста. Видите, у нас не загибаются волосы наверх. То есть мы с вами угадали длину прям идеально. Вот. Ну, насколько я понимаю, у нас ещё есть варианты носки этой стрижки. У нас с вами есть варианты открыть ушко и убрать. Вот такой вот вариант тоже есть. Можно её накрутить, сделать локоны. И также эта стрижка будет хорошо смотреться. Так что вариантов у нас в этой стрижке много. Ольга. А.